В Беларуси стартовала масштабная акция по наведению порядка «Дарим радость». В рамках инициативы будут красить надворное детское оборудование, высаживать цветы, размещать на деревьях скворечники, убирать прилегающую территорию. За две недели добровольцы наведут порядок на многих площадках страны. Акция приурочена к Международному дню защиты детей. Партия зубров направлена из Беловежской пущи в Костромскую область России. В планах создание микропопуляции, демонстрации животных туристам, пополнение фауны области. Результат проделанной работы важен как для национального парка, регулирования численности и дополнительный доход, так и для покупателя. В Беловежской пущи насчитывается 675 особей европейского зубра. Эта численность больше оптимальной. В домашних матчах Могилевский Днепр и Бобруйская Белшина обыграли своих соперников. Днепр победил клуб Слоним 2017 со счетом 3-1. Белшина принимала Арсенал из Дзержинска. Итог матча 2-0. Турция смягчит коронавирусные ограничения после окончания локдауна, который закончится 17 мая. До 1 июня будет сохранен ежедневный комендантский час в ночное время. Выходные – круглосуточно. Правила не будут распространяться на туристов. Однако иностранцы с видом на жительство будут обязаны соблюдать все ограничения. В синагоге в пригороде Иерусалима накануне обрушилась трибуна. Число пострадавших на данный момент – 219 человек. В результате происшествия погибли двое. Инцидент произошел вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление. Субтитры создавал DimaTorzok